Первая глава основного вопроса. Вопрос номер 101. Что такое настоящие успехи? Ответ. Определение успеха — это получить свою цель. Любой человек, который достигает своей цели, для которой он усердствуется, это и является успехом. Общим. Когда человек идёт в сторону своей цели, это называется «хедай» — руководство. И как бы он получает эту цель, то это и называется успех. Это и является определением успеха. Но вопрос заключается в том, что является настоящим успехом. Очень много людей, у которых такое воспитание, что они думают, что быть богатым — это успех. Когда человек развивается в своей экономике, это успех. Или же получать удобство в этой жизни является успехом. Они сделали из этих дунья объект поклонения. Они считают, что имущество — это всё. Они обращают внимание на экономику так, как надо обращать внимание на Аллах. Они поклоняются имуществу. Они раби — это имущество и дунья. Надо знать, что зарабатывать имущество, усердствовать — это асбаби и кува. И в исламе это фарл. Ислам приказывает получить кува. Поэтому обязанность каждого мусульмана, чтобы он зарабатывал, получил кува, приобрёл асбаб, то есть инструменты, причины, чтобы он был полезен для ислама и для человека. Но сделать из экономики объект поклонения или считать это свою цель — это неправильно. Истина такая, что ислам является великой вещью. И те люди, у которых ислам нет, они думают, что настоящий цель и настоящий успех — это приобрести имущество, развиваться в экономике и так далее. Они так думают, потому что у них ничего нет больше, чем экономики. У нас есть Коран. Вы сами подумайте, имущество лучше или Коран? Очевидно, что Коран. Но те люди, у которых нет ислам, не в Коран, они не признают Аллаха, они не верят в ахирах, то есть в последнюю жизнь. Они не верят в рае. Поэтому у них основной цель — это экономика. Но для мусульмана настоящие успехи, чтобы увидеть своего красивого господа в раё и получить его удовольствие — это великий успех. Раббул'аламин говорит, «Инна Каруна кана мин кавми Муса. Поистине, Карун был из народа Муса. Фабага он сделал зулм алейхим над своим народом. Карун несправедливо относился к своим народу. Ветеснял их. Фабага алейхим, Аль-багью, аз-зулму, аль-фасад, аль-хуруч. То есть, Аль-багью — это аз-зулм, несправедливо отношение. То есть, притеснял. Канз — это на самом деле любое имущество, которое легко человек получает, находит его где-то в сокровище. «Ма» — столько. «Инна мафатихаху» — поистине ключеву. «Ля-тануу» — «Ба» — тяжелый билиба. «Ля» — это значит «баб». «Тануу» — это «на-а-януу» — «нау-ан» и «тануа-ан» — «на-а» — это «саката». «Ва-утхилах». То есть, когда что-то тяжело стало. Человек поднимает и не может поднять. «Ля-тануу» — обязательно билиба тяжело. «Бел-у-свати» — одной группой «У-ли-л-кувати» — обладатели силы. То есть, если какая-то сильная группа бы хотела поднять это ключи, то им бы было тяжело поднять это. «Иткал льху» — «Кавмуху» — «Когда ему» — «Каруну» — сказал народ. «Ля-тафрах» — «Не проявляйся к мире». То есть, «Не радуйся столько» — «Такой радость, который превращается в высоком мире». То есть, «Каруну» — Аллах дал столько имущества, что ключи от этих имуществ, от этих сокровищ, такие много были ключи, что группа не смогла поднять. Это его экономическое состояние было. Но он проявил высокомерие. Такую радость, которую высокомерие указывают. И тофсир на это является следующий аят. «И сколько же мы уничтожили села и местности, когда они годится начали в своей экономике. «Фателка масакинухум» — это их дома. «Лям тускам минбаадихим илля калийла». Они мало жили после этого. «Ва куна нахну луаритин» и все нам осталось. Аллах, аззава жалла, говорит, что у меня осталось. Алкасас 58, а предыдущий аят Алкасас 76. Народ сказал, не проявляй гордость. «Ин Аллаха ла юхидбуль фарихин». Поистине, Аллах не любит, когда человек гордость проявляет. Когда у человека бывают какие-то благи и мущества, он известный станет или какой-то должность и так далее, он считает себя великим. И из-за этого, то, что он известный стал, он проявляет висеком мире, считает себя звезда. И очень хочет, чтобы люди вставали для него и делали ему салют. Обратите внимание, в «Каруна» столько и мущества было. Но никто из вас не говорит, что «Карун» получил успех. Смотрите, с одной стороны, Муса, салаллаху алейхи вассалям, у него ничего не было. А с другой стороны, «Карун» он такой богатый был. Но как вы сегодня думаете, кто из них получил успех? Как вы думаете, лучше было для него, чтобы он был таким богатым, или лучше бы он был маленький какой-то ученик, Муса, салаллаху алейхи вассалям? Те люди, у которых мышление маленькое и считают, что развитие этих мирских вещей является успехом. Получить экономику, они считают, что это успех. У них разум маленький. Это является признак тех людей, у которых мышление ни разу маленький. Настоящие успехи – это те успехи, которые не заканчиваются никогда. И жизнь в Ахирате никогда не заканчивается. Очевидно, что жизнь, которая никогда не заканчивается, в этой жизни, если человек получил рай, это есть великий успех. А если он попадает в ад и будет гореть навсегда, то это есть настоящая досада и это есть настоящий провад. Раббуль Алямин говорит, «Настоящие успехи». Успехи получил не тот человек, который комфортно жил. На самом деле, это комфорт и удобство уничтожает сладость жизни. Настоящие успехи – это не то, чтобы в бизнесе получить успехи. Настоящие успехи – это когда человек рай получит. Раббуль Алямин говорит, «Кул скажи, инна лхасирина ладзина хасиру анфусахум». Инна лхасирина поистине во убитки, настоящий убиток, в этом убитке попали те люди, которые ладзина, которые хасиру анфусахум, которые потеряли себя, увели себе убиток, ва ахлихим и сфай ах, яумал киямати в судный день. Кто провалил экзамен, кто провалил этот расчет, который в судный день будет, то потерял себя в судный день, то получил убиток в судный день. Это и есть настоящая досада и настоящая убитка. Аллах Азхаза Ва Челла говорит, «Аля залика хуа лхусрану лмубин». «Аля знайте и не забывайте, залика это хуа, он и есть алхусрану лмубин, явный убиток». Азумурад номер 15. Обратите внимание, если кому-то скажут, что он будет гореть в огне 100 лет, это, конечно, убиток, это, конечно, досада. Но если человек навечно попадает в ад, это самая сильная и большая досада и убиток. Надо знать здесь, что не признать и не верить в ад, это не решает вопрос. Это не значит, человек не верит в ад, значит, он спасся от ада. Человек, у которого, например, рак, И он не признает, что у него рак. Он в этом не верит. От этого его рак, его болезнь не закончится. Не признать не является лечением. Кто бы ни был до сегодняшнего дня, кто отрицает ад, у него никакие доказательства и доводы нет на то, что нет ад. Наука, то есть физика, химия, биология – это человеческие знания, которые ограничены и славы. Это знание находится только в четырех вещах – материя, энергия, место и время. В науке нет силы, чтобы понять рай или ад, доказать это или, наоборот, доказать, что нет. Очень много невежных людей есть, которые отрицают ад и говорят, что в науке нет на это долга. На самом деле, наука – это знание человека, очень слабая вещь, который не может уходить из рамки этих знаний. То есть то, на чем мы можем провести эксперимент и можем наблюдать, только вот это изучает наука и все. Наука не может уходить из этого. На основе этого, как можно отрицать. Те люди, которые отрицают ад, потому что говорят, что нет в науке доказательства на это. Это подобные люди, которые отрицают море и говорят, что в моем стакане не уместится. В общем, отрицать ад – это глупость и очень большой риск. Потому что те люди, которые сомневаются, им надо думать, что про рай и ад не говорил один пророк. Это не просто какой-то пророк сказал. Все пророки сказали и в разных временах сказали. А если это будет истина, что вы будете делать? То есть те, которые сомневаются, им надо себе такой вопрос задать. Если после смерти нет жизни, ладно. Нет ад после смерти, ладно. Ничего не будет. Но если будет, и то, что написано в Коране, в Таврате, в Евангелии, все пророки говорили, это окажется правдой. И после смерти будет ад. И вы будете должны ходить туда. Что вы будете делать? Поэтому надо сегодня же создать свой иман и не проявлять глупость. И надо знать, что не будет другой шанс. Когда один раз увидит человек, он будет кричать и будет говорить, дайте мне другой шанс. Но он не получит другой шанс. Потому что эта жизнь является экзаменом. Баракаллаху фикум. Пока на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok